Приветствую вас, Ева. Я думаю, что для начала надо бы разобраться с тем, почему вас вообще раздражают дети, чем они вас близят и почему вы их ненавидите. Очевидно, что речь здесь идет о вашем собственном их негативном восприятии. То есть они выводят вас из себя, потому что это запускает какие-то определенные чувства, какие-то определенные переживания. Гадать здесь можно очень долго, но все заключается в том, что необходимо с этим разобраться. И после того, как с этим вы разберетесь, я думаю, что вы сможете понять, кризис это или просто вам не нравятся вам дети, не любите вы их. На мой взгляд странно немножко другое. Странно то, что вы не любите детей, ненавидите детей, а почему-то их родили. Странно то, что вы вышли замуж за своего, которого вы не любите тоже. И вот это странно. Есть ощущение, что через детей, через мужа вы пытаетесь для себя что-то получить. Есть ощущение, что вы пытаетесь как-то решить свои проблемы. Но они, ваши проблемы, они не решаются. Они не решаются и, ну видимо, в этом основной момент, в этом основной суть трудностей. Трудностей. Что не решаются ваши проблемы. Вот так вот просто по, условно, щелчку пальцев. Вот. Поскольку вы не любите мужа и поскольку вы не любите своих детей, то я полагаю, что у вас есть проблемы с принятием себя. Да. Проблемы с принятием себя. Проблемы с принятием своих чувств. Проблемы с контактом с собой. Да. И проблема с ответственностью. С личной ответственностью за свои действия, за свои поступки. С этим вот и нужно разобраться для начала. Потому как это все имеет причины, имеет основания. То, что вы описываете. Вот. Бросается, конечно, в глаза, что вы поступаете достаточно безответственно по отношению к детям, по отношению к мужу и по отношению к себе тоже. Вот. Ну, тут нужно корректировать. А вот. Кризис. Кризис. Является ли это ситуацией кризиса? Ну, смотрите. Кризис. Кризис мог бы быть, если бы вы любили детей. Опять же, не совсем понятно, какие дети вас биты, каких детей вы ненавидите. То есть, если это относится только к вашим детям, то это, возможно, кризис. Если к другим детям вы относитесь спокойно, если они у вас, там, не вызывают никакого негатива. А если абсолютно спокойно взаимодействовать и прочее, то это, ну, это скорее действительно кризис. Кризис. Ну, вот. Но, кризис, он ведь, опять же, связан с тем, что сейчас на передний план выступает та потребность, те эмоции, те переживания, которые были какое-то время назад добавлены. Они были добавлены не всегда. Это кризис. Другое дело, если вы всех детей ненавидите и все дети вас бесят, что вообще считается? Что вообще вы понимаете под детьми? То есть, люди какого возраста для вас, детки? Это уже более такая системная история. Это не депрессия, потому что при депрессии человек не чувствует как раз-таки ничего. Вот, вы все же чувствуете, что это, поэтому это вряд ли депрессия. Ну, давайте поговорим немножечко с вами о том, почему 10 лет, как вообще это происходит. Что именно у вас 10 лет? Ответ можно поискать для начала в том, с какого возраста и до какого возраста человек считается ребенком. Правильно. Что конкретно в его поведении нас раздражает? Как правило, раздражает то, что имеет отношение к нам. Чего-то, мы можем чего-то бояться, мы можем чего-то опасаться, вот, и мы можем там, условно говоря, относиться к чему-то негативным. Вот, мы можем видеть в чем-то угрозу для себя, и нужно разобраться в том, как именно дети вас задевают. Это первое, и второе, это личная, личная ответственность. Обязательно личная, личная ответственность за те действия, которые вы совершаете. Как по отношению к себе, так по отношению к мужу, к мужчине, так и по отношению к детям. Понимаете? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация будет разрешена самым лучшим для вас образом.